Ненецкий округ Ненецкий округ создадут организацию, которая должна помочь местным бизнесменам, финансово и юридически. Результатов от нового фонда ждут уже в этом году. Великой победе посвящается. Они стояли насмерть. Очередной рассказ о тех, кто спас нас от немецко-фашистских захватчиков. Финишная прямая очередной недели. В ближайшие полчаса я и мои коллеги подведем итоги минувших 7 дней в студиях Танзийские. Здравствуйте. В столице региона в очередной раз собрались любители быстрой езды, причем не только на снегоходах, но и на оленях упряжках. В Ненецком округе прошли традиционные соревнования по кроссу на снегоходной технике 2015. В состязании приняли участие десятки мужчин и женщин, причем интерес здесь не только спортивный. Победители уехали домой на новой технике. За заездами наблюдала вся наша телекомпания. Утреннюю тишину разорвал рев снегоходов. Уже с 8 часов на трассе тренировочные заезды. Я надеюсь, что все вернулись. Кто стартовал? Вернулись все. Дальше все по традиции. Отборочные заезды в классах «Буран» среди мужчин от 18 до 40 лет. Рев моторов, снежный шлейф, крутые повороты и трамплины. И, конечно, ликование болельщиков. У каждого здесь свой фаворит. Сегодня у нас подруга участвует, Лена Стремоусова. И еще наши друзья. Кирилл Шифрон, Дима Канев. Так что мы держим за ним почки. Поддержка болельщиков – одна из составляющих успеха Анны Христолюбовой. Эта женщина уже стала легендой в Ненецком округе. Хрупкая, маленькая, она уже 16 раз вышла один на один со сложными поворотами и крутыми выражами. И в 11-й раз стала абсолютной чемпионкой соревнований в классе «Буран» среди женщин. «Расса, ну ничего, нормально так. Я думала, сложнее будет. Но у нас у женщин все-таки скорости поменьше, поэтому нормально. Очень радуетесь?» «Очень рада, я очень рада. Сегодня болело очень много людей, потому что в прошлом году мне не повезло. Я пришла только пятый первый раз за все это время. Поэтому сегодня за меня болели очень многие». Тем временем на трассе нешуточный накал страстей. Гонщики дышат друг другу в спину, заезды в режиме нон-стоп. У кого-то не заводится «Буран», кто-то перевернулся, но все идут до конца. Несмотря ни на что. С этим 18 лет назад и задумывались соревнования. «Прекрасно подготовлена трасса. Были определенные опасности в поворотах. Но это так всегда было. Всегда вот 18 лет эти соревнования, как все реки, как один из инициаторов, я всегда переживаю, чтобы они закончились без всяких потерь. Это рубец на сердце всегда, потому что это рискованные соревнования. Настоящие мужчины борются активно. И все зависит от подготовки». Гонщикам сложно было еще и потому, что в этом году новая трасса в районе Старого аэропорта. Организаторы соревнований в сжатые сроки нашли альтернативу Качгартинской курьере, которая в этом году из-за теплой весны на треть покрылась водой. «Поставили себе задачу найти такое сухопутное место, постоянное, где мы можем весной проводить гонки на снегоходах, а летом-осенью посмотрим, может быть, проведем гонки на каких-нибудь альтернативных видах транспорта». «Будете советоваться с участниками соревнований?» «Безусловно. Оргкомитет. Слушайте, смотрите, что мы сделали. Вообще главный принцип, я считаю, работы власти – это мы должны постоянно советоваться с населением, мы должны постоянно советоваться с людьми. Мы сделали очень широкий ордкомитет. Он широко представлен. Мы в этом году добавили дополнительную категорию гонщиков, чтобы было интереснее». Самое большое количество гонщиков в заезде класса «Бурану» мужчин от 18 до 40 лет. 27 участников. Наринмар, Макарова, Тельвиска, Нальминос, Лабожская, Анди, Красная и другие. Гонщики из всех уголков Ненинского округа. Ажиотаж понятен – главный приз автомобильниевой «Шевроле». На нем, кстати, уехал Александр Коткин. Он удерживает лидерство уже второй год. «У меня прям дежавю какой-то. Александр, помню, в прошлом году то же самое. Вы заняли первое место, также брали у вас интервью. В чем секрет вашего успеха?» «Судьба такая, значит, была. Ничего еще не знаю. Как бы победил». «Как готовились?» «Как готовился? Делал трассу отдельную. Тренировался. Тренировки много дают. Поэтому вышел финал первым». «Ага. В этом году трасса другая, на другом месте. Как оцениваете? Лучше, хуже?» «Трасса была похуже, чем прошлый год. Но повороты скользкие, тяжелые. Соперники все с каждым годом, как бы все сильнее и сильнее. И как бы умение ездить, наверное, как бы вот так. Все». «Три финальных заезда в классе свободные. И, казалось бы, вот он, третий завершающий круг. Финиш и победа. Андрей Вокуев пришел первым. Но буквально секунды переместило его с первой строчки на четвертую. Фальстарт – дело серьезное. Впрочем, Андрей нисколько не отчаивается и охотно делится секретом быстрой езды. «Просто умение катания, кататься и стремление к победе. Что еще могу сказать? Хочу вот, ну, было очень много помощников мне, которые настраивали. Всем большое спасибо». «Разные. По возрасту, по полу, по профессии. Но одно общее у них точно есть – любовь к экстриму и верность своим железным коням. Впереди у них месяцы тренировок, подготовка к следующим соревнованиям. И свои житейские дела. Ведь они не профессиональные гонщики, а любители. Любители острых ощущений. Соревнования традиционные. Они всегда собирают огромное количество зрителей, в том числе приезжих гостей. Побывали на спортивном празднике и участники прошедшего форума дружбы «Ненецкий автономный округ. Ворота в Арктику». Этот форум в Наринмаре состоялся не случайно. Наш регион полностью вошел в состав арктической зоны. Одним из важнейших направлений развития этой территории – туризм. Эта отрасль государством сегодня определена как одной из приоритетных направлений экономики всей страны. Стратегический ресурс становится социально значимым. А потому есть много вопросов и идей, которые нужно обсудить. Звездный час, которым грех не воспользоваться. Именно так развитие туризма в Ненецком округе называют абсолютно все делегаты форума. Сейчас, когда к Арктике прикованы взгляды не только россиян, но и иностранцев, арктический туризм – это локомотив всей экономики России. Нужно только грамотно его подать. У Ненецкого автономного округа и у российской Арктики прекрасные для этого возможности. Не нужно создавать дополнительный бренд. Сама по себе Арктика и буквально одна фотография со снежными просторами и чумом на горизонте уже хочется приехать посмотреть. А посмотреть действительно есть на что. Горячий источник Пумвашор, Каменный город, Сульские водопады, экстремальные сплавы по реке Белой, Пустозерское городище. Да и сам по себе Наринмар уже достопримечательность. От Москвы и Петербурга два часа лету, развитая инфраструктура и, конечно, особая атмосфера маленького арктического города. Это своя красота. Пустыня, чем, казалось бы, она может быть красива и лучше, чем, скажем, Париж или Лондон тот же самый, Тауэр и так далее. Лучше. Но это часть дома, в котором живет человек, это часть земли. И мы вот знакомим человека с этими местами, говорим, вот этот твой дом, а не тот маленький, который ограничен границами государства. Начинать нужно с детского и подросткового туризма. Впрочем, Ненецкий округ в этом направлении работает уже давно. Всем знакомы ежегодные турслеты «Статус» и «Салют», военно-патриотическая игра «Зорница», летние экспедиции в Пустозерск и Каменный город. Все это помогает воспитать в подрастающем поколении любовь к своему дому, своей стране. Важно, чтобы молодежь не замыкалась только в своем уголке и имела возможности ездить в разные регионы своей страны, видеть красоты, сталкиваться и узнавать культуру, традиции. В этом случае юным гражданам, с одной стороны, они почувствуют, что им есть, что потерять, а с другой стороны, есть на что опереться. Им будет приятно созидать, строить, помогать другим людям. Кроме того, детский туризм – часть образовательного процесса. Именно поэтому каждая семья России должна посетить все уголки нашей страны – от Владивостока до Заполярья. Такую задачу ставит государство. Российский север в целом, да, и это, ну, это тем не тем, а часть нашей страны. А мы северная страна, мы находимся в северном полушарии, на самом севере северного полушария. Поэтому, безусловно, это сейчас в море, это в тренде, что называется, да, путешествия в арктическую зону. Мы видим, как это активно развивается на Аляске, в Америке. Ну, тем более, это должно быть у нас. Начало положено. В Ненецком округе достаточно интересных предложений по охоте, рыбалке, посещению природных памятников. Есть все необходимое для комфортного проживания. Нужно только оформить все это в окончательный турпродукт с транспортной составляющей и размещением. Но это уже дело профессионалов. По тем отзывам, которые идут сегодня от коллег, которые вчера были, поверьте, нам есть что показать. Нам есть что продавать. Наверное, не очень правильное слово, хотя оно тоже имеет быть место. И это должны делать профессионалы. Когда мы говорим о частном государственном партнерстве, имеется в виду, прежде всего, что государство должно создать инфраструктуру туризма. А уже профессионал на рынке, туроператор, должен создать конечный продукт, который будет предоставлен потребителям. Успешное развитие внутреннего туризма в России – это реальность, которая в ближайшие годы должна стать локомотивом всей экономики страны. Цели и задачи для развития турсферы в нашем регионе участники форума отразили в резолюции. И все в один голос заявили, Ненецкий округ может стать центром арктического туризма. Чтобы арктический туризм сделать возможным, необходимо чаще рассказывать об интересных местах и маршрутах, куда люди смогли бы отправиться. И сделать это могут, естественно, средства массовой информации, потому в рамках проведения форума состоялось выездное заседание Малого форума СМИ Северо-Запада. Журналисты обсуждали варианты продвижения проектов арктического туризма. Представители средств массовой информации Северо-Запада собрались за круглым столом, чтобы обсудить детали создания общего информационного пространства русской Арктики. И у нас есть все основания говорить о том, что Арктика должна стать на первое место, стать локомотивом, как я уже говорила, развития экономики всей страны. Огромную роль продвижения как малых продуктов туристических, так и больших серьезных идей и вещей, конечно же, принадлежит средствам массовой информации. Но нету какого-то одного большого портала, где можно было бы найти всю информацию по Арктике. Такой портал позволит предугадывать ответы на вопросы, которые появляются у недавно созданной Государственной комиссии по развитию Арктики, сформировать информационное поле для освоения высоких широт. Говорили о том, что СМИ – это огромный источник, который поможет развитию внутреннего туризма. Мы не зациклимся только на арктическом туризме. Речь идет в целом о нетрадиционных формах хозяйственных. Арктика богата не только нефтью и газом, людьми, историей, культурой, если хотите. А ведь это вы фактически об этом мало знаете. Большая земля. С темой «Региональный информационный продукт как важный аспект продвижения арктического туризма» выступил генеральный директор, главный редактор газеты «Невское время» Михаил Иванов. Он озвучил телевизионные проекты, которые помогут привлечь внимание к округу. Реалити-шоу, опять же, я вот записал, у нас любят выживать наши знаменитости на тропических островах. А почему не попробовать выжить именно на, так сказать, на арктическом острове? Пожалуйста, вот оставите их там на месяц где-нибудь на этом байгаче. В конце форума состоялась открытая дискуссия и принятие итоговой резолюции форума. Депутаты окружного собрания согласовали создание новой некоммерческой организации. Она будет называться «Фонд по привлечению и развитию предпринимательства Ненецкого округа». НКО станет механизмом, который призван обслуживать потребности действующих и еще только начинающих бизнесменов. Значительную часть работ фонду предстоит выполнять как кредитной организации. Подробности в следующем сюжете. На унитарную НКО возложат функции, связанные с реализацией программ государственной поддержки микрофинансированием и гарантиями малому и среднему бизнесу. Основной же задачей нового фонда станет вовлечение активного населения региона в предпринимательскую деятельность, чтобы дать возможность людям работать на себя. Уже в апреле организацию зарегистрируют, а в мае она заработает. Существует же автошкола, которая учит людей водить машину. И мы это воспринимаем совершенно нормально. То же самое в отношении предпринимателей. Будем считать фонд поддержки, то есть самая автошкола. До конца года в планах фонда создать в регионе 100 новых рабочих мест. Кстати, наш субъект до сегодняшнего дня оставался одним из трех, где отсутствовал этот фонд. Еще один важный вопрос, который обсудили на сессии – корректировка окружной казны. В бюджет Ненецкого округа поступит почти 420 миллионов рублей. Деньги федеральные. Их направят на дорожную деятельность, в том числе на строительство дороги на Ренмарусинск. Что касается расходной части главного финансового документа округа, то она увеличилась. Деньги выделили на корректировку проекта, по которому построят обездную трассу на Ренмар-Искателей. Помимо прочего, почти 300 миллионов пойдут на ремонт уже существующих дорог. Их реанимируют в этом году. Для обеспечения открытия автобусного движения по автомобильной дороге на Ренмар-Красное необходимо выполнить работы по восстановлению размытых и разрушенных участков земляного полотна с восстановлением дорожной одежды на протяжении 8,8 километра. Ремонтное профилирование дороги с добавлением нового материала по всей протяженности трассы потребность финансирования 178 миллионов рублей. По автомобильной дороге на Ренмар-Искателей для обеспечения безопасности необходимо ликвидировать колейность дорожной одежды на участке протяженностью 2,2 километра потребность финансирования 54 миллиона рублей. Кроме того, на сессии приняли закон, устанавливающий сокращение зарплат чиновникам высшего звена. Получать меньше они будут уже с 1 апреля. Снижение уровня зарплат связано с оптимизацией расходов окружного бюджета. На дне очередной сессии депутаты услышали и традиционный отчет губернатора округа о своей деятельности и деятельности администрации округа. Доклад получился кратким, но содержательным. Игорь Кошин особое внимание уделил социальной политике. Повышение уровня жизни жителей Нинецкого округа для местной власти превыше всего. Было в целом сдано за год примерно 500 квартир, на что было израсходовано 2 миллиарда 400 миллионов. Было запланировано, к сожалению, было освоено только 88% с этой суммы. И вот 500 квартир было сдано. Конечно, это достаточно много для нашего региона, но это недостаточно, потому что это примерно получается, что мы сдаем в год 35 тысяч квадратов, а нужно примерно в два раза больше. Поэтому усилие на этом направлении надо, конечно, активизировать. Итог. Вне очередной сессии все вопросы, которые вынесли на повестку, а всего их три депутаты поддержали. Да, сложности были, но власти региона и законотворцы нашли точку соприкосновения. «Сделать жизнь каждого жителя Ненецкого округа лучше» – такой девиз вновь озвучили члены регионального штаба Общероссийского народного фронта. На ежегодной конференции фронтовики подвели итоги работы за ушедший год и обозначили планы на этот. Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Ненецком округе начал свою работу в 2013 году. Было выбрано пять основных направлений работы. Рабочая группа – качество повседневной жизни. Самые важные вопросы в ней – переселение из ветхого и аварийного жилья. В ушедшем году активистам УНФ удалось добиться внесения дома 24Б по улице Пионерской в реестр домов, подлежащих сносу. Также в этом направлении фронтовики решили оказывать юрпомощь тем, кто не может добиться справедливости у чиновников. Кроме того, активистами УНФ было проверено наличие информационных табличек на домах, подлежащих сносу и расселению, которые мэрия должна была установить еще до 1 октября 2014 года. Ни одной таблички фронтовики не обнаружили. Также по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта были установлены предупредительные надписи на детских площадках. Зачастую наши детские площадки используются абсолютно не по назначению. Там собираются и молодежь, и взрослые, и с распитием спиртных напитков, и неоправданным поведением, и что не должно происходить на детских площадках. То есть информационные таблички носили характер. Там были обозначены правила поведения, что нельзя распивать алкоголь, нельзя курить и бросать бычки, нельзя мусорить и тому подобное. После установки табличек фронтовики также обратились в полицию с просьбой проводить ежедневные рейды по детским площадкам. Честная и эффективная экономика – еще одна рабочая группа под руководством Валерия Чупрова. За год в этом направлении фронтовикам удалось многое, в том числе предотвратить попытку отмывания денег город-администрации на сумму порядка 12 миллионов рублей. Предприятие «Чистый город» собиралось закупить зимой торфы для озеленения города, еще и поставить это все в нереальные сроки. Закупка показалась нам сомнительной из-за сроков поставки. То есть в течение месяца нужно было поставить около тысячи грузовиков торфа. Закупка была добавлена на сайте в сомнительные, последовала реакция, ряд статей, и итогом всего этого закупка была отменена. В этом году рабочая группа «Честная и эффективная экономика» продолжит работу в направлении раскрытия неэффективных и подозрительных закупок. Впрочем, под крылом фронтовиков еще много различных экономических направлений, в том числе вопросы ограничения доступа на рынок новых компаний, именно на те сферы, которые на сегодняшний день заняты ГУПами и МУПами. «Они используют государственное имущество, они работают на государственном оборудовании, они получают дотации и субсидии из бюджета, и тем самым фактически устраняют конкуренцию, не дают развиваться мелкому бизнесу». Затронули в ходе конференции и более глобальные проблемы. Активисты УНФ силы направили также и на осуществление конституционных прав жителей Неницкого округа, а именно на право свободно передвигаться по территории страны. Ни для кого не секрет, что в Неницком округе это право хоть и косвенно, но нарушается. Наш регион – единственный в стране субъект, в котором нет круглогодичного наземного транспортного сообщения. Фронтовики считают, что дорогу на Усинск необходимо достроить как можно быстрее. «Для того, чтобы в кратчайшие сроки решить вопросы строительства дороги Ринмар-Усинский и тем самым выполнить конституционные права граждан Неницкого округа на свободном передвижении по всей территории России, необходимо обеспечить ежегодное финансирование в рамках федеральной программы. Кто помнит, может быть, в 90-х годах, если не ошибаюсь, существовал такой проект в транспортном магистрале, который соединит три столицы субъектов – это Салихарт, Наринмар, ЦПК. Тогда планировалось сделать эту дорогу федеральной. Если, может быть, возродить этот проект, я как предложение сейчас ношу, и дорога получит статус федеральной, то, соответственно, федеральное финансирование мы тоже будем получать на строительство дороги ежегодно». Что еще касается транспортной составляющей, правда, уже воздушной. Фронтовики обеспокоены состоянием дел в Наринмарском авиаотряде. Парк воздушных судов обновлять нечем. «Аннушки» давно сняты с производства, а запчасти на них не выпускают. А Ми-8, на которых сейчас, кстати, осуществляется основной поток авиаперевозок в нашем регионе, начиная с 2017 года начнут списывать. «К 2017 году наши вертолеты начнут потихоньку себя изживать. Один, затем 18-й еще один, 19-й еще два вертолета. И так у нас весь парк плавно растает». На вертолеты нет денег. К слову, одна вертокрылая машина стоит порядка полумиллиарда рублей. На следующие 10 лет нужно как минимум 5 вертолетов, а это несколько миллиардов рублей. Решить проблему можно с помощью программы федерального субсидирования. Но загвоздка в том, что этой программой предусмотрена только покупка самолетов. Фронтовики намерены выйти на государственный уровень с инициативой о внесении изменений в эту программу. Нехватка транспорта, правда, уже наземного, обеспокоены и руководители рабочей группы «Социальная справедливость» Римма Костина. В Наринмаре осталось всего три специализированных автомобиля скорой помощи. «Сейчас меня очень волнует, что у нас было четыре машины скорой помощи, ездили четыре группы, а теперь ездят три. А сердечно-сосудистые заболевания, и если у человека сердечный приступ, это нужно в первые 5-10 минут, иначе будет смертность. Вот этими вопросами мы начнем заниматься буквально со следующей недели». Отчитались, наметили планы на будущее и расставили приоритеты. Впереди целый год работы, продуктивной, эффективной и по-настоящему фронтовой. «Вот проверить качество, не числом, а умением, вот эта тема и особенность, может быть, вот этого общественного движения. Посмотрим, как будет выглядеть наш Ненецкий автономный округ, но я с удовлетворением хочу сказать, что мы выглядим достойно. Задачи за 2014 год выполнены, и рассчитана программа на 2015 год». Волонтеры Ненецкого округа «Снежные призраки», так они себя называют, на этой неделе отправились на лыжах по селам Нижнепечория. Необычный марафон посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне в составе лыжного батальона 20 человек. Какие цели ставят перед собой участники, сколько километров им придется преодолеть, расскажет моя коллега Любовь Пермякова. Более 150 заснеженных километров, 10 печорских деревень, 8 воинских мемориалов и недели бесконечного пути придется пройти двум десяткам неравнодушных к истории своего отечества парней. «Мы не просто хотим пройти этот километраж, выполняя определенные задачи в населенных пунктах. Мы должны отсмотреть, в каком состоянии у нас находятся мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной, отсканировать документы, связанные с Великой Отечественной войной. И в то же время, так как это все-таки мероприятие туристического центра, параллельно с этим еще будем создавать туристические маршруты». Основной группой лыжников пути будет сопровождать группа обеспечения, в обязанности которой входит подготовка лагеря для комфортного пребывания участников. «Снежные призраки» в дань уважения героям тех лет идут под двумя флагами. «Два флага. Значит, первый флаг – это копия флага Победы, штурмовое знамя, которое было установлено на Рейхстаге, это копия его. Но само это знамя тоже примечательно. Это знамя нам вручали в прошлом году, вручал ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина. А второе знамя – это флаг проекта «Дорога Алина Армии», как раз тот проект, про который я сейчас рассказываю. То есть это два наших боевых знамени, потертых уже в боях, которые уже мы с гордостью возим по деревням». Кстати, снежными призраками и белыми дьяволами фашисты называли советских лыжников. В составе формирования воевали и наши земляки, жители Неницкой тундры, оленеводы, охотники и рыбаки. Северяне по своему образу жизни, как никто, лучше приспособлены холодным условиям. Именно они составляли костяк разведательных и диверсионных лыжных формирований. Маршрут современных снежных призраков продлится примерно семь дней. Местоположение участников можно будет увидеть ВКонтакте в группе «Волонтеры-70». Ненецкий автономный округ. И в продолжение темы. Накануне Великого праздника 70-летия Победы мы продолжаем вспоминать тех, кто внес неоценимый вклад в освобождение родины от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня рассказ о жителях Наринмара, которые помнят те страшные события. Словно это произошло только вчера. Почетный гражданин Ненецкого округа Вячеслав Карипанов в силу своего возраста не был на фронте, но хорошо помнит, как возвращались уцелевшие победители домой и продолжали довоевывать уже в своих воспоминаниях. Это не так! Не так надо было! Вот Ермолин Игнатий Матвеевич, он сосед, кстати, у нас по дому был, он участник войны, получил ранение и был комиссован, это под Ленинградом. Он единственное всегда говорил, знаете, я бы этих командиров... Ну, какого черта? Мы, говорит, противника километра нас заставляют бегом бежать. В атаку мы пошли. Мы, говорит, пока этих километров прибежим, мы уже ничего не можем в окопе-то делать, падаем от усталости. Гражданин Владимир Кисляков отлично помнит скупые рассказы о войне своего отца Ивана Федоровича Кислякова, прошедшего Ленинградский фронт и после, отдавшим многие годы на налаживание мирной жизни в Наринмаре. Он был, значит, командиром разведчиков-правильников, но так как они северяне, во-первых, ходить на медленных лыжах и в то же время, как бы, к холоду были бы приличные. Как раз вчера, между прочим, показывали по телезору Баграмян, это он ввел такое понятие, как разведку боем делать. Значит, прорывается часть военных, их немцы обстреливают и стоят люди, которые засекают, как их обстреливают, точки потом, куда уже наши мысли. Я стою, стою спиною к строю, только добровольцы шаг вперед. Нужно провести разведку боем, для чего кто сразу разберет. Ну, это, конечно, негуманная вещь, потому что этот отец им давали, допустим, человек 30, а потом возвращалось человек 10, там, и было, и меньше. Скоро будет Надя с шоколадом. В шесть они подавят нас с огнем, хорошо, нам этого и надо, спором потихонечку начнем. Пошли, вдвоем уже, тоже пошли и засекать эти точки также. И миной, короче, накрыл их. И отца ранило в бедро. И вот он, когда выходил в баню, ему все время, я гордился, что я там полуспину была, но я гордился. И вот это, конечно, никакая гордость не предоставляла. Вот. И тот его бросил. Почему для меня предательство самое такое, я не люблю предательство вообще в отношениях. Потому что для меня слово предательство – это вот воплощение того, что отцу моему пришлось 400 метров ползти. Представляете, двое суток. Ну, естественно, того расстреляли. Отцу дали вот этот орден звезды. И уже после такого ранения его уже дембилизовали в 1944 году. У почетного гражданина Заполярного района Евдокии Хозяиновой тоже в памяти остались воспоминания о тех страшных днях войны, когда дети рано становились взрослыми, как они справлялись с бедами и голодом, в каких условиях приходилось жить в немецкой оккупации. У нас было трое. Самая старшая сестра умерла от Тифа уже в конце войны. Нас трое – женщина с тремя детьми. Как мы жили, думаете, где? В погребе, погреб земляной. Только курень, а там яма огромная. Плюс еще корова. Тифа туда была затащена, чтобы не убили. Она потом и ослепла. А потом подорвалась на минном поле. Помнит она со слов матери и того одного бойца, который спас жизнь всем ее родным. Это было уже после освобождения их села. В дом на ократкий отдых были определены несколько солдат. Соломы настелили, попадали, сразу же позасыпали. А один сел за стол и стал бриться. Вот недаром песню кто это поет? Это не Олег Газманов. Если воин бреется, значит, он надеется. На любовь надеется, значит, будет жить. Более старшие сестры Евдокии, сходив за водой, нашли гранату типа лимонка и принесли домой. Со слов матери их спасло чудо в форме советского солдата, который в это время брился. И, говорит, дремлю. Вдруг этот солдат, говорит, соскочил на эту лежанку, чего-то туда, говорит, к этим моим сестрам-то, выскочил. И вдруг, говорит, такой силы взрыв. Все повскакивали, солдаты, думают, что бой опять начался. И этот солдат, говорит, заходит, у него волосы дыбом стоят, и он, говорит, белый, как полотно. А может, другой бы увидел в зеркало, да пилотку на голову, и вон, и кто бы его осудил, да? И кто бы знал, все бы погибли ведь. Это были главные события минувшей недели, по крайней мере, мы их увидели именно такими. Спасибо, что были с нами и оставайтесь на севере. Субтитры создавал DimaTorzok